На первом этапе развития рассады очень важно правильно ее поливать. Самое главное в эту пору надо не допустить, чтобы ростки были повреждены очень опасным заболеванием черной ножкой. Это самое главное. Очень часто, огородники знают, черная ножка наносит очень большой вред. Чтобы этого не было, нужно правильно поливать рассаду и, как правило, черная ножка уже беспокоить не будет. Для этого я применяю специальную, очень простенькую, самодельную вот такую леечку, которая состоит из коктейльной трубочки и обыкновенной пластиковой бутылки. Вода, конечно, берется отстойная и теплая. Это всегда так делается. И вот на первом этапе рассада поливается следующим образом. Как только ростки немного подрастут и уже будут прорежены, вот я вот эти уже прорезал, это оставил три, потому что будет у меня три ростка в стаканчике. И после этого ростки окучиваются и образуются в стаканчике такие своеобразные канавочки. Вот здесь и вот здесь. После этого полив делается следующим образом. Вот из этой маленькой леечки, это очень удобно, я поливаю именно в эти канавочки. Вот так. С этой стороны и вот с этой стороны. Что это дает? Это дает такой результат. Место соприкосновения вот самого стебелька с грунтом остается сухим, влага уходит вглубь и там уже поступает корешка. А поскольку черная ножка это грибковое заболевание и очень любит влагу, в месте соприкосновения ростка и поверхности грунта здесь влажности не будет при таком поливе. И черная ножка, она просто не развивается. Вот таким способом можно полить рассаду очень удобно на первом этапе и избавиться от опасного заболевания черной ножки. Я поливаю по крайней мере именно так. Потом уже когда рассада подрастет, это уже будет не так важно, не так актуально, можно будет поливать из более большой леечки, а не из этой маленькой. Это вот такой полив, он актуален для следующей рассады. Это как правило та рассада, которая повреждается черной ножкой. Это рассада помидоров, вот например, баклажанов. Вот баклажанчики у меня тоже взошли. Я их еще не окучивал, только вот окучиваю и буду точно так же поливать. И для перцев. Перцев пока у меня еще нет, они еще пока не посеяны. Клещевина, вот например, тоже у меня взошла. Конечно, ее тоже удобно поливать такой леечкой на первом этапе, но уже клещевина такое неприхотливое растение, что здесь можно эти правила не соблюдать. Просто поливать обычно, можно под корень, и ничего с клещевиной не произойдет. А вот для других растений, помидоров, перцев, баклажанов, ну и некоторых других еще, то есть вот такой полив очень полезен, особенно на первом этапе развития. Сейчас грунт будет подсыпан вот в эти стаканчики после полива. И уже ростки будут хорошо расти дальше. И черная ножка, я надеюсь, их минует. Продолжение следует... Продолжение следует...